Новая книга о Николае Градекове вышла в свет в Хабаровске. В этом году историки и краеведы отмечают 180 лет со дня рождения третьего генерал-губернатора Преамурья, который вошел в историю Дальнего Востока как губернатор-просветитель. В книгу вошли редкие фотографии и документы из российских фондов, а также национальных библиотек Франции и США. Подробности в репортаже Натальи Смолениновой. Редкие фотографии, ранее неопубликованные документы и воспоминания современников. Это вторая книга доктора исторических наук Нины Дубининой о Николае Градекове. Инициаторы издания – сотрудники Дальневосточной научной библиотеки. Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив к юбилею генерал-губернатора Преамурья удалось напечатать тысячу экземпляров. Книга распространяется бесплатно. Она в настоящее время уже передана в Хабаровский краевой институт развития образования. 300 экземпляров в День знаний мы передали для школьных библиотек Хабаровского края. Также она будет разослана во все муниципальные библиотеки Хабаровского края. Прочитать книгу сможет каждый на сайте Дальневосточной научной библиотеки. Информации здесь еще больше, чем в печатном издании. Фотографии, которые не вошли в книгу, отсканированные документы, письма, телеграммы. Возникла идея, что было бы очень хорошо познакомить людей непосредственно с трудами самого Николая Ивановича Градекова, с теми документами, которые были написаны им, либо по его распоряжению, либо при его участии. И тогда любой может уже составить свое собственное представление о этой личности. Изучая отчеты Градекова-царю, можно понять, как сложно генерал-губернатору Преамурия было бороться с казнократством в регионе. Биться за привлечение специалистов на Дальний Восток. Также на сайте выложена вся история создания в конце 19 века в Хабаровске географического общества, естественного музея и библиотеки, которые появились во многом благодаря Николаю Градекову. Третий губернатор Преамурия провел на Дальнем Востоке всего 8 лет. Документов и фото, связанных с ним, в местных фондах осталось немного. Поэтому авторы обращались за материалами в Российскую государственную научную библиотеку, архивы Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, а часть материалов получены из Парижа и Нью-Йорка. Фотография Градекова, которая была послана в географическое общество Франции. И там это была как раз ранняя фотография и бытность его пребывания в Сардаринской области, которой у нас не было. 180-летие преамурского генерал-губернатора Николая Градекова будут отмечать также музеи и библиотеки всего Дальнего Востока. Наталья Смоленинова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».